Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Молот для Кировской области все-таки тяжкий крест. И как пишет газета-репортер, избежать сокращений нескольких соцсотрудников так или иначе уже не удастся. Как оказалось, в прошлом году была допущена одна ошибка, когда в октябре прошлого года на молот были приняты около 700 сработников молот-индустрии. Под эту численность молоту обещали выделить кредиты под гарантию области, но в результате и правительство области, и государственная корпорация, которая эти деньги обещала, от своих слов отказались. Получается, опять накормили вместо хлеба словами. Инфопресс Несмотря на то, что количество сотрудников правопорядка значительно уменьшилось за прошлый год, по необычайному стечению обстоятельств вслед за сим сократилось и число преступлений. Как пишет газета «Весть и Вятка», по итогам прошлого года в Кировской области стали меньше убивать, гравить и мошенничать. Точными цифрами об уровне преступности в регионе поделился на днях начальник УМВД России по Кировской области Виктор Поголов. И, скорее всего, никакой взаимосвязи между этими цифрами вовсе и нет, но конспирологические подозрения так или иначе закрадываются. Инфопресс И, наверное, благодаря как раз таким примерам. Как пишет газета «Вятский наблюдатель» начальника управления ГИБДД по Кировской области полковника полиции Александра Устцова подозревает в получении взятки. Уголовное дело в отношении Устцова было возбуждено областным следственным управлением в минувшую субботу. Говорят, вся история зиждется на желание Александра Вячеславовича подзаработать на выдаче блатных номеров. Что не говоря, статистику этого года кировским полицейским начальник уже испортил. Инфопресс Но Никита Белых не устает отвечать на выпады в свой адрес со стороны НТВшников. В своем блоге губернатор разместил последние два сюжета и высказал свою точку зрения о каждом, напомнив, что в Перми о нем, как говорят, снимают целый фильм. Единственное, что остается непонятным, почему журналисты НТВ до сих пор не соизволили встретиться с губернатором лично. Неужели не могут попасть на прием? Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok